Нечасто белорусское кино балует своих зрителей настоящими приключенческими лентами, да еще и с детьми в главной роли. Лента «Правила геймера» вышла на большие экраны 1 июня. В Бресте прошла творческая встреча с главными героями и премьерный показ. Актеры рассказывали о своем опыте, о трудностях, делились своим восприятием сюжетной линии и образов главных героев. Написать, мне кажется, сценарий от, скажем, от лица детей или сценарий, в котором дети бы говорили естественно, каким-то сегодняшним языком, на мой взгляд, это практически неподъемно. Но он дорабатывался и потом что-то на площадке ребята сами дорабатывали. И мне кажется, правда я еще не видел кино, но мне кажется, что-то получилось. Чтобы быть понятным и интересным ребенку, а все-таки ты его должен заинтересовать и в кадре, и в зрительном зале. Нужно, ну, может быть, быть чуть-чуть ярче, ну, тебя должно быть чуть-чуть больше, нежели чем в обычном, скажем, кино. В картине режиссера Игоря Четверикова и сценариста Валентина Залужного тесно связаны историческое наследие и технический прогресс. Фильм рассказывает про друзей, которые много играют в компьютерные игры и мечтают о победе в кибертурнире. Однажды мальчишки находят в подземелье старого костела предметы, которые заставляют их заняться разгадкой древней тайны. Вместе с одноклассницей Дашей они противостоят злоумышленникам и ищут ключ к тайнам Княжеского дворца Радзивиллов. По духу частично, да, тоже, потому что, ну, сначала мы должны были в другую игру играть, но потом что-то переделалось, и мы играли в другую игру, но, по сути, да, я похожа на него, на своего героя. Алина, а вы? Я год назад еще могла бы сказать, что я похожа на свою героиню, но сейчас, за год у меня все так изменилось, то, что я уже сейчас не могу так сказать. Я изменилась. Съемки фильма длились полгода и проходили в Несвежском замке, в Абрусской крепости на Браславских озерах. Специально для этой киноленты созданы исторические фикции. Счетная машинка Якобсона, завещание Радзивиллов, старинные монеты и предметы. Ребята самостоятельно исполняли сложные трюки. Ну, практически. Единственное, то, что за меня каскадер ехала на мотоцикле, но, в принципе, все остальное мы выполняли сами. Подводные съемки, трюки и так далее. Основная задача новой киноленты – разжечь интерес молодежи к белорусской истории, а еще показать, что не все в жизни можно купить за деньги. Главное – оставаться человеком. Ирина Альшева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.